здравствуйте дорогие мои друзья печальные тревожные новости грустные новости ну как бы расстройство не несколько везде и новости о шамане о нашем шамане воине александре габышеве ну вчера наверно да сейчас ну с якутии у нас разница вечером ночью 22 часа его из сизо якутского ну отправили на принудительное речение никому не родственникам не естественно его соратникам ничего не сообщили тайно ночью взяли и увезли абсолютно найти тоже наличие на принудительное лечение найти ночью прямо так необходимо ночью было вести чтобы непонятное дело издевательство сообщили сотрудники якутского сизо где он содержался до вступления постановления суда в силу куда именно он оправлен не сообщают то есть видите не родственникам куда деле человека просто похищение знаете вот пользуясь своим служебным положением над человеком издеваются и на настоящий бандюганы другого слова нету бандюганы садисты и мерзавцы даже здесь они не могут сделать как бы все все нормально знаете вот существует сколько-то этих восемь что ли больниц по стране 8 заведений вот таких вот строгих психиатрических заведений по стране и сейчас конечно сторонники шамана его адвокаты не адвокату никому не сообщили будут искать чтобы даже в тех местах поддерживать конечно там но и за посылать посылки если возможно какие-то свидания хотя конечно там совершенно беззаконные вещи но вот несколько больниц друзья мои федеральное казенное учреждение волгоградская психиатрическая больница стационар специализирована типа с интенсивным наблюдением министерство здравоохранения здесь не министерство здравоохранения то есть вот и здесь даже знаете вот там где они лечат должны лечить они калечат ну шаман не нуждается в лечении он сам бы вылечил он он наоборот я бы сказал доктор целитель который пришел исцелить нашу страну но она не признала этого и бросила его самого как бы дальше еще есть значит калининградская психиатрическая больница стационар специализированного типа стенты с интенсивным наблюдением тоже министерство вот этого здравоохранения российской хочется сказать до федерации дальше казанская психиатрическая больница тоже стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением опять же министерство здравоохранения санкт-петербургская психиатрическая больница тоже с интенсивным наблюдением орловская психиатрическая больница тоже так сказать психиатрическая тюряга так уж сказать зиндан так костромская психиатрическая больница смоленская психиатрическая больница и новосибирская психиатрическая больница с интенсивным наблюдением но новосибирска ближе всего так сказать якутии то есть вот в центральных ведь округах много вот этих заведений за так сказать уральским хребтом видите новосибирская ну возможно новосибирск потому что по приказам лица которым определен определением суда назначено принудительное лечение в вот сокращенно пбс тин пбс тин вот это вот новосибирская так называется не знаю как это расшифровывается психиатрическая больница стен с интенсивным наверное этим значит ну вот как бы к инструкция что проживающий до ареста в республиках саха камчатском хабаровском краях и иркутской сахалинской томской новосибирской омской магаданской областях чукотском автономном округе направляются в вот это фк у новосибирская пбс тин минздрава россии то есть возможно в новосибирск но вы сами понимаете что шаман не необычный пациент его тиранит по распоряжению так сказать пляшевого короля и для него вполне возможно но какая-то все что угодно может быть сейчас видите его его скрытно отправили куда-то и друзья мои конечно черный день даже вот кажется что вот в сизо вроде да там в тюрьме он в тюрьме и тоже в тюрьме все что угодно могут с ними сделать но вот все хуже и хуже и заметьте видите вчера был некий триумф триумф так сказать этого хочется знаете песня такая помните этот любая что ли пела и глубиться и глумится горбатый главарь а тут знаете глумится плешивый король но тоже главарь в общем то и действительно с каким наслаждением он вчера принимал вот этих вот новой новой избранных как их назвать то тоже свои эти вассалы там жириновский зюганов миронов там еще какой-то фукс там но новые люди составим со старыми мордами да вот и вот вот это вот он принимал от них типа поклоны и давал им там как бы ярлык что давайте работайте работайте холопы и там всех остальных все я победил да и вот он после выборов назначил суд над шаманом точку поставил и суд там над сергием тоже и вот сейчас значит шамана тайно отвозят по распоряжению самому поэтому друзья мои печально грустно но надо поддерживать шамана чтобы он пошел на этот жертвенный шаг многие говорят что ну а чего это он надо бы сидеть помните это было ну вот в январе месяце когда он говорил об этих вещах он мог и не говорить мог сидеть его пока вроде как не трогали если он дома но он начал говорить о народовласти о свободе и он знал что его арестуют он говорил об этом что меня возьмут и были слова что что вы будете делать когда меня убьют тоже такие слова были то есть он знаете вот это жертвенность жертвенность настоящего пророка не пророка но вот понимаете вот человек человека который несет свет суда и вот вот это но действительно в чем-то осознанно и многие не понимают как это можно вот пойти ради чего это ради страны которую он именно как целитель целитель хотел исцелить и это горькое лекарство понимаете вот он дает нам это горькое лекарство эту горечь мы каждый раз вот сейчас с вами испытываем что сначала его арестовали несправедливо абсолютно по таким обвинением которые ну вообще ни в какие ворота не лезут потом его значит осудили и бросили в тюрьму а теперь его так сказать перевели уже вот хоть на это еще в более жесткие худшие условия то есть каждый раз вот эти вот горькие пилюли более какого-то понимания приходят к нам обидно вот друзья мои но лекарство горькое и мы видим зато мы видим лица все этих людей все всех этих людей все лучше и лучше понимаете мы видим мерзость вот этого пляшивого мерзавца который так сказать рулит рулит этой страной мерзость вот этих людей людишек которые вроде как ни при чем дата ну чё там в сизу там но работаем работу семью кормить надо что там в этой психиатрической больнице что вот эти вот люди к примеру которые брали шамана знаете мощные как бы эти мужики в вооружении тоже вроде мы мы их да думаем ну они защищают порядок а понимаем что они защищают только мерзости запустения вот вот эти лица маски открываются и мы видим гнусь отвращение понимание что то что мы раньше думали что это нормально а это не нормально и вот шаман вот этими своей жертвенностью вот эту пелену вот слой за снимаясь наши глаз и когда еще раньше мы думали ну ладно ночью там вроде может быть за страну он там что-то делает этот лишь его сейчас мы понимаем что это ну какой-то упырь который просто стаканами пьет кровь и наслаждается чужими страданиями шаман это мы его видим а сколько людей умирает сейчас ежедневно потому что здравозахоронение существует потому что существует вот этого криво хранительная система который должна защищать она издевается уродует друзья мои ну больно обо всем этом говорить но приходится начался еще один круг ада для шамана и для нас ну кто вот так вот так сказать душой чувствует его боль поэтому как мы можем его поддержать ну вот опять же намерением своим волей чтобы это светлая душа не погибла вот в этих в этих застенках намерением желанием теплом своих сердец и я не знаю там адвокаты все будут продолжать насколько это возможно вот в этом в этом беззаконии подавать апелляции обращаться верховный суд европейский суд хотя конечно это этим палачам абсолютно не указ действительно голубит голумица плешивый главарь вот хорошие слова глумица нам не только над шаманом но и над нами всеми показывает никто вы я здесь я здесь маленький пляшивый карлик буду плясать на ваших костях найти до приводите звери своих детушек я их сегодня за ужином скушаю помните корней чуковский тараканище вдруг откуда из полей прилетает воробей прыг да прыг да чик чирик взял и клюнул таракана вот и нету великана по делу что-то там досталось и лысой башки от него не осталось все друзья мои пока